Ну скажем, для сравнения, болельщики со стажем помнят, что Эштрекова, простите, выходит один на один, Сычев, его сбивают, его совершенно определенно сбивают штрафной, и без всяких сомнений, датский арбитр Николай Волькварц назначает 11-метровый удар. Очень расстроен вратарь Филипп Маджовский, по-прежнему пока еще весь в белом, но вот вы все видели сами, мощный защитник Игорь Кролевский просто снес Сычева и 11-метровый удар. Сразу же взял мяч в руки, не хочет никому отдавать Вадим Евсеев. Ну что же, в отсутствие Дмитрия Ласькова, который в этом запасе, он бьет пенальти. Внимание, Евсеев или Маджовский? Евсеев разбегается, как самоуверенно и как не точно. Ну что ж, вот такое начало. Мы даем серьезную фору Магедонскому клубу, примерно или почти такую же, какую мы дали на стадионе в городе Скопье несколько дней назад, когда на 12-й минуте забили нам. Теперь не забили мы, не реализовали пенальти. От Панча Стоянова, вот Янкеп. Панча Стоянов пропускает и получилась стенка с Мазновым. Снова Янкеп. Перешли на нашу половину поля футболисты клуба работнички. И вы знаете, ну не хочет об этом говорить, но едва ли не посвежее они сейчас выглядят, чем локомотив. Янкеп врывается и пенальти. Пенальти в наши ворота. А Стоянов сбивает Янкепа в своей штрафной. Как-то промахивается мимо мяча. Нет никаких сомнений, никакой симуляции со стороны Янкепа. Вот он врывается в штрафную, пробрасывает мяч. А Стояни может сколько угодно поднимать вверх руки. Он нарушил правила. И Янкеп не может встать с газона. Ну, Сережа, давай. Обращайся к Сергею Овчинникову. Кто будет бить? Вроде бы выходит в ударную позицию Панчи Стоянов. Панчи Стоянов. Против Овчинникова. Овчинников показывает, да, что мяч неправильно установлен. Совсем на площадке. Разбег. Удар. Мимо. Мимо выше. Слава Богу. Господи, пронесло. Боже мой. Овчинников, что ты с нами делаешь? Спасибо Панчи. Да. Мимо ворота. Рядом со штангой. Овчинников угадал. Махал, махал. Рука не угадал. Не знаю, спас бы, если мяч нет. Если бы прикинуть со штангой. Не знаю. Но не будем даже усуждать на эту тему. Панчи Стоянов. Видите, с капитанской повязкой, которая ему досталась после ухода с поля Ильи Стоянова. Да. А вот Гуренко там стоит один. К нему подбежал Лима. Увидел Гуренко Беллидинова. Хороший пас. Беллидинов. Идет, идет, идет. Словно в тихту. Это клевый на бой. Какой пас Сычеву? Дима, давай. Удар. Гол. Есть. Все. Нет, вернее, еще не все. Но это то, что требовалось доказать. Связка Беллидинов и Сычев сработала. Связку Беллидинов и Сычев в сборную. Это уже я обращаюсь к Юрию Павловичу Семину, который сейчас сидит на трибуне. Потрясающая комбинация. Сычев, палочка-выручалочка. Несмотря на бой, несмотря на удары по ногам со стороны македонских защитников. Вот что делает Дмитрий. Смотрите, и не бьет сразу после паса Беллидинова. Делает шаг в сторону и бьет все равно в тот же угол, в который мы ждали от него удара. Смотрите, замах и все равно удар в тот же угол. Очень красиво. И бессилен вратарь работничек из сборной Македонии. Какой пас, какой пас Беллидинова. Фантастика и удар в нижний угол. Локомотив выигрывает 1-0. 2-1 по сумме. Двух встреч работнички начинают с центра поля. Какая игра, какой драматизм. Мазнов. Мазнова не меняет на этот раз Ивановский. А Пеичич очень хорошо доиграл ту встречу до конца. Сохранил силы. Молодец, молодец. Без какого-то нарушения. Как Волф. Передача. Асатьяне. Гол. Все. И это все. Да, лежит на газоне вот игрок команды работнички. Он получил травму в столкновении с Хокловым. Но вы знаете, можно говорить о фэрплей. Но сказал же в своем интервью Сергей Овчинников, что в матчах такого локала фэрплей не бывает. И, конечно, вряд ли мы будем предъявлять какие-то претензии Хоклову за то, что он в таком эпизоде не остановил игру и не послал мяч за линию, за лицевую линию. Он продолжил атаку своей команды, потому что, друзья мои, это Лига Чемпионов. Это Лига Чемпионов. И в данном случае Хоклов не может решать за всю команду. Он сделал так, как это нужно было сделать в командных интересах. Обманный финт. Пас Асатьяне. Асатьяне одним движением обыгрывает македонца и бьет 2-0. В канун своего дня рождения Малхаз добивает важнейший мяч. Локомотив выигрывает 2-0 и 3-1 по сумме двух матчей. Ну и я вам должен сказать, что Лига Чемпионов. Мы поздравляем клуб 7 августа, день железнодорожника. Браво, ребята. Ну а сейчас еще посмотрим, как здесь сегодня подобрали нашим девушкам, нашу женскую молодежную сборную. Сейчас мы видим, как все городи, так, как в антензуру. Посмотрим триппы. Масква. А потом, примерно, стоит уже радостный. Хотя радостный женский на трибунах. На трибунах тоже хватает много болельщиц у Локомотива. И в числе этих самых болельщиц девушки из женской, из молодежной сборной России до 19 лет, которые стали чемпионками Европы. А вот вы видите салют над стадионом в честь и вот этих девчонок. Сыграли потрясающе. Виталий Муткой поздравляет.